привет мои дорогие пришла в салон красоты заставляет одевать такие красоты не по цвет прям куточки вот это кабинет директора там кабинет уход за лицом туда сюда для лица я так поняла там уже идет один кабинет похудения в общем а рядом там кабинет есть он уже лазер лазер удаление там всякое это в общем как то так вот сижу 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 очередь общение девчонки в общем заказала хочу сметана нашим тем показывала в этом поговорить в общем не могу теперь эту сметану найти и на сайт захожу на сайте нету сейчас попросила трою родную мою сестру чтобы она мне с анталии отправила потому что в анталии очень много русских проживает русскоязычных проживает и там в общем большинство там есть почему-то вот здесь не так много этого их не видимо ну как местные не очень это кушает вот заказала не знаю она сказала хорошо я поищу отправлю тебе две сказала две мне возьми если говорю там срок годности подольше то три говорю возьми ну вот она сейчас в поисках я в анкаре не знаю людей по магазинам только в мигра сходила и на сайтах смотрела нет нет сейчас мне принесут кофе так они заняты но уже тут сез дружились уже как свои ну вот будем печь кофе смотрите мои дорогие какой у нас снег вы представляете просто смотрите все затуманено белым бело снег идет мелкими мелкими вот так но сюда не очень попадает но в общем он так быстро а это дело свое делает идет льется прямо туман обалдеть смотрите сколько снега была весна был дождь утром теперь вот так здравствуйте мои дорогие как у вас дела как здоровье майя архалу так все равно рабовара насосы вас хочу поесть прям поесть вчера его но дочь ураева давайте я вам немного покажу чего я купила то все никак не получается смотрите что я взяла это овес молотый и я его хочу пропить честно даже не открывала что там внутри в таком вот варианте мои покупки хочу пропить этот овес вы знаете раньше я как-то варила этот овес вот эту воду пила было такое это было так давно я думаю что профилактика не помешает приобрела в такую вещь так все ромбунал там до 1 и чмекистеру файда лучок файда потом купила такую масочку для лица ходила в корейский магазин миша вот там взяла вот эту маску думаю попробую и взяла себе вот такой набор который у меня уже заканчивается оба не дал дым лучок взять вещей миша ныки юзиком особенно пилинг вообще прелесть просто вот такое вот и вот это тоже у меня есть но они уже на исходе вот купила такую вещь в общем себе порадовала немножко купила вот семена льна ой масло из льна семян льна в общем стопроцентное тут короче много чего написано 250 миллиграммов хочу его тоже пропить это очень хорошо помогает вы знаете что но многие знают на для кожи очень хорошая вещь хочу тоже это пропить быстро и вот и купила себе для масок маска для лица она очень хорошо помогает от морщин касторовое касторовое или кастровое масло да касторовое масло тоже не открывала давайте откроем посмотрим прям полное представляете а то я беру здесь масло честно скажу но везде наверное тогда они вот-вот столичка а это прям вот-вот отсюда полненькая ну вот хочу из нее поделать масочки немножко чтобы кожа пришла в себя да вот их еще хочу поесть просто чураева вот эти мои покупки я не рекламирую девчонки я просто показываю свои покупки вот и хочу поесть чураева просто хочу хочу чураева мадир чураева у меня наверно один килограмм только я так думаю чуть не помню нолько вкусный тихо у а у у у Продолжение следует... 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 было очень вкусно вот эта глина она такая знаете крупенчатая и в кашицу превращается очень быстро как на лёжкий пяток сразу тут же прям она уже такая вся разваливается и очень интересная глина это белая казахстанская глина другого названия нету да какая то другая вы знаете она вот он прям белая такая вот сухой виде и ну если даже есть то звук будет глухой и он прям сыпется вот крошится пусть и поэтому самый лучший вариант это в креме его есть а крем у него тоже интересно становится вот даже я побольше если воды добавляю вода отделяется и вот эта густота остается сама по себе то есть она не уже все вот она выбрала свою вот это вот густоту да и она вот такая вот и остается я думаю пусть будет пожиже водичкой делаю нет вода остается сверху очень странно такая глина но она вкусная ну конечно не как туркиста но тоже вкусно у нее такой вкус пыльный в основном пыльный вкус вот чураева глотала я очень было вкусно прям такой вкусный мелочек очень вкусный мне понравился его впервые ела и он мне очень понравился так все ромбируем киечура его это бащер бюзер ничь мохтыщан бэнда кэндэми иль птифал даму на бляске или мизачок взял тупрах кукусы ваш я с казахстанки либо буду чок изолен еще и еще хотела сказать там девушка одна мне написала девочки ну конечно все правильно все допишите все ну сравнение вот это вот сравнение меня немножко как бы задевает хотя тоже не должно задевать надо этого подальше от всего от негативных я же перевожу через google переводчик я не знаю как google там перевел в общем девушка написала на английском а наверно там наверно как-то перевод может не тот и я вроде нормально я ответила она мне потом пишет вы что мне там грубить ну типа грубите вы так не можете со мной обращаться как вы обращаетесь со мной а что я написала я написала и что я ем и наслаждаюсь вкусами поэтому не могу жевать как комбайн и выплевывать да ну на самом деле так она пишет и во рту долго держите я должна пожевать и сразу выпрыгнуть его или что или сразу проглотить прям комками ножи но это невозможно может она не милоед или не глиноед я не знаю ну как вот его хочется кушать и прям чувствовать этот вкус наслаждаться просто для экрана кушать просто жевать и не наслаждаясь но мне так не получается не знаю почему я прям хочу почувствовать вкус может быть из-за этого как бы я не сразу глотаю да получается что как она пишет вату там долго держите я и написала я не могу есть как комбайн и не надо мне с ней сравнивать у нее свои подписчики своей своя аудитория у меня своя аудитория а я не знаю как там это все было написано но вроде это ничего там грубого не я не вижу написала там уже по-своему опять что-то но я уже не стала отвечать мне зачем это все затягиваться будет вот это сравнение вот поэтому у нее столько подписчиков его но эта девушка работает уже около семи лет наверное ну и я работаю два года да то есть ну разница же большая все равно и она большинство глиноед и как она ест все мы едим по-разному мы же не можем есть как кто-то ну я не знаю эта девушка говорит вот тебе надо как она типа вот у нее то поэтому типа на я говорю но я не могу я как бы ел и мне нравится что я наслаждаюсь вкусом вот например сейчас чураева но как я могла его пожевать и и проглотить просто не ощущая ничего и в это быстро быстро жевать да но кому-то нравится когда быстро это все тогда смотреть но это же можно там ускорить же кто в телефоне знает в ю тубе там можно же немножко ускорить и смотреть это же тоже есть процедура то есть там функция в телефоне может быть не знает если кому-то не нравится что я медленно ем просто включите эту функцию и скорость прибавьте и все будет окей я думаю вот но мои девочки большинство я знаю что любят чтобы я не общалась и жевала и все вот это вместе да как то уже мы наверно так привыкли но если кому-то что-то не нравится вы пишите конечно но не в грубой форме без сравнения с кем-то то одна писала что мы и что я ее повторяю что я говорю ну кто кого может повторять ну что за бред да ну вообще не знаю дай бог всем здоровья конечно и понимание чтобы понимали людей то что не только знающих но и не знающих вот через экран там вот кто-то любит почавкать кто-то по еще как-то поесть и все мы идем по разному кому как нравится тот того и смотрит правильно конечно раньше как я ела ну раньше я реально ела все безобразно и глотала все и вообще я даже не чувствовал знаете я так ела и у меня я такие большие количества глотала вот первое мои видео вы же видели я не я не ощущала ничего такого вы знаете у меня набор такое обжорство было мне хотелось все больше и больше и я сама себя тормозила думала ну столько уже нельзя как бы прилично уже проглотила и с глиной это все но сейчас немножко по-другому то что осталось я тормозить и наша как бы и наружная и внутренняя да уже важно как бы да все равно но все равно вы пишите кто как хочет чтобы я поела да можно я поему конечно это не сложно если вас устраивать чтобы я там жевала и как комбайн это все быстро 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 но я все равно хочется чувствовать что ты ешь мел или глину так не знаем может милоеды меня понимают наверное да я думаю когда кушаешь сюда там с кайфом там релакс я не могу кушать отдельно с кайфом релакс без камеры и на камеру просто жевать и я и так жую когда я просто жил я тоже получаю кайф потому что я же не так быстро наверное вы заметили тоже это немножко в медленном темпе потому что когда немножко медленно ты ощущаешь этот вкус может у других по-другому может они когда быстро кушать тоже ощущает но у меня такого нет вот как это поэтому пишите кто будет возмущаться что кому не нравится тоже пишите только пожалуйста в мягкой форме нужно и так жизнь такая такая жестокая бывает иногда поэтому лучше все в мягкой форме писать его потому что одна форма все-таки более воспринимаешь это как-то уже с охотой ты хочешь пойти навстречу человеку а когда это в грубой форме это сразу такое отторжение идет и ты просто не берешь во внимание вообще все что говорит хотя нужно это делать взять во внимание то что он пишет но и только из-за того что это в грубой форме было поэтому сразу идет такое знаете вот стопор да не хочешь и все вот а так все нормально все окей я думаю что вы меня поняли и я буду стараться конечно чтобы вам нравились мои видео подписывались ставили лайки мне это очень приятно единственное что плохо вот я носитель немецкого языка и по-немецки читаю и пишу и по-английски да я ходила на курсы только в продаже знаю как бы английский да там когда работала в алании вы знаете что я там работала в сфере косметики вот ну и так немножко только базовые какие-то слова а чтобы вот так целую речь и написать и ответить там на английском я через google переводчик это все делаю вот если бы я могла бы конечно этой девушке объяснить что она мне неправильно поняла что я не хотела ответить в грубой форме я потому что ко всем своим подписчикам очень уважительно отношусь всех благодарю вас что вы подписались и смотрите меня хотя все не смотрят кто подписался там у меня 21000 подписчиков смотрит вы сами видите уже сколько дал мне просмотров вот поэтому конечно бы если все это вернуть было бы хорошо чтобы сколько подписчиков там столько и просмотра было бы да было бы совсем отлично мы будем стараться вот кому-то интересно кому-то нет сейчас милоедов стало очень много в то время там даже когда мы ели я думаю что у нас так много было все таки я тоже конечно одна из того времени последняя да а потом после как-то уже наплыв стал большой и поэтому я желаю всем милоедам которые снимают youtube канала побольше подписчиков и побольше просмотров чтобы все шли вперед у всех все было хорошо а вот потому что но когда работаешь хочется чтобы результат был немножко хороший да ну надо все-таки поправлять себя конечно бывает что может быть не так интересно не так аппетитно там ешь то там можно написать в принципе это все можно там вот и так поистину вот сегодня просто я хотела так глотать проглотить чураева не знаю мне такое желание было и поэтому девочка которая просила меня поесть украинские мелочке у меня это еще есть вот здесь а я еще не забыла вот я поем просто их глотать нежелательно честно вам скажу украинские мелочке не все большинство как-то не глотаются потому что у них структура немножко другая и они крупинчатые да ну кто-то может крупинчатая без проблем может проглотить но у меня немножко с этим есть проблемы я не могу крупинчатые раньше глотал до раньше глотал сейчас поменялось все к сожалению или к счастью не знаю даже как сказать наверное пользу если подписчиков это будет и к сожалению если в мою пользу то наверное к счастью да конечно видео всегда хочется смотреть когда глотаешь и вот это с аппетитом как жадностью не ешь да и глотаешь и я вас понимаю я тоже люблю такие видео и практически такие видео ну нету в основном кто ест быстро и так большими кусками или там еще как-то они же не глотают вот и вообще большинство не глотаем мы уже вот кто уже там очень много очень долго ест я думаю не все глотают некоторые глотают да но когда видишь что это немножко вредно да уже когда я ставила стала ощущать и поэтому уже перестаешь это делать вот раньше я это не ощущала честно скажу я даже не знала и что я знала что это в какой-то мере вредно ну вот у меня просто вы знаете сама себя отрезала и дальше не шла не хотела думать о этих вредностях которые вообще она приносит ну то есть от него бывает вот это вот все плохое в общем и поэтому сразу раз закрою тему и все типа все все нормально все окей после того как уже узнала свой гемоглобин у что у меня 50 и сказали что на грани может перейти на худший вариант и поэтому уже даешь себе команду думаешь но может быть все таки поживем еще как-то так ну ладно мои дорогие спасибо вам большое я думаю что мы с вами увидимся в следующем видео наверно я думаю что там есть и жалобы и повел у меня монетизации нету как вы заметили но я все равно снимаю видео вчера я не стала уже загружать на вчера меня идут не было немножко по делам вот купила вот это все хочу да да такая на седьмом небе от счастья хоть что-то приобретешь вот это умывалка девчонки вы честно скажу она действительно классная просто супер она во первых ее пользуешь один сантиметр выжимаешь оттуда самое много полтора сантиметра и моешь личико и она прям вот все поры все поры вот смывает от тонального крема и вообще от любых кремов и вообще очищают кожу очень хорошо поэтому я ею стала пользоваться это мне посоветовала конечно же моя дочь и вот младшенькая моя и также пилинг вот этот тоже прям он такой мягкий я раньше пользовалась пилингом абрикосовые косточки российские вы знаете от чистая линия тоже шикарный пилинг у них мне очень нравится очень но она немножко вот эти абрикосовые косточки она немножко эти вот крупинки маленько покрупнее здесь тоже самое но крупинки помельче и у него есть такая такое свойство прямо вот она когда наносишь на лицо и у тебя такое ощущение что мертвая кожа уже сама по себе как бы включительно до до конца там уже вымерла и начинает это все выходить когда вот массируешь и вот это все как-то вот катышки вот это все 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 и начинается вот этот процесс и он такой интересный процесс и мягко ложится оно не вот эти крупинки они не такие грубенькие и вот приятно очень и лицо такое становится прям вот как бывает же посуду по мостам вот это вот звук да при улице тоже такой же цены кожа поэтому тоже хорошая вещь вот а так у меня есть и чистая линия тоже она до сих пор у меня лежит еще с того привоза не завершить какого я привозила обычно я всегда привозила по два чудика вот это у меня еще немножко есть она немножко вот как бы чуть погрубее вот это она такая очень мягкая мягкая и в то же время эффект у него очищает очень отлично прям пилингуют это как все супер вот если кто-то у кого то есть пилинги тоже какие-то другие и кто пользуется умывашками какими-то другими напишите пожалуйста мне это очень интересно я бы хотела бы может быть но как сверить да что лучше что похуже может перед перейду на что-то но я вот этими довольна абсолютно довольно но все равно иногда хочется попробовать что-то другое женщины на все такие вот а так из этой серии и маски мне у них нравится и я брала у них крем еще на рисовой основе вообще любые крема на рисовой основе у них есть свойства отбеливания также и маски на рисовой основе у них есть свойства отбеливания вот поэтому мне как-то нравится и у них крем ложится плотно даже вот заменяет основа под макияж не надо пользоваться так вот плотно ложится но и сейчас уже не стала я ими пользоваться кремами то есть я их уже они у меня закончились единственное лимонный крем остался стала пользоваться там но у меня разные прямо их очень много кучу мало разные марки я и как бы в принципе ими довольно вот немного рассказала об этом и хотела в это спросить ваше мнение как вы думаете если я второй канал переключу и вообще стеру это все что у меня там наверно есть надо будет стереть и сделать его канал видосики за уход уход за лицом в общем за кожей за волосами это все видео снимать просто я как в этой сфере работала и течение 20 с чем-то лет интересуюсь только вот вот этим всем мне очень интересно это все наверное это что-то моё вот почему я не стала косметологом или визажистом не знаю почему но это все в принципе вот ко мне близко да очень нет я стала мужским парикмахером что у меня потом уже началась аллергия я просто видела вы знаете так интересно я не видела их не лицо я вот стригла да я вот реально работала наверно как машина они заходят я стригу я никогда не узнавала человека по лицу это было очень редко очень редко я потому что на лицо вообще не смотрю не смотрела не смотрел мне нет такой привычки вот по волосам человек говорит меня вот прошла вот так постригли там меня по стригите так ну например непостоянная вот только которую уже только-только новичок я ему говорю да я вас не помню посадится и я такой раз вот волосы потрогаю да потрогаю немножко я уже сразу вспомнила а это тот же там сразу и по волосам вспоминаешь человека ну до такой степени да уж как бы работаешь и что же ближе ко мне все таки вот это вот работа на на что-то мое всегда хотела отучиться на лейзажиста косметолога почему-то не получалось и все-таки надо было отучиться но никогда не поздно я думаю если у меня будет возможность не полно время то есть да пойти отучиться я наверно все таки схожу отучусь но хорошо было бы если бы это было в наших городах я думаю что там у нас все-таки я не буду обижать местное население но я бы хотела отучиться когда у нас вот здесь тоже нами это все хорошо и прекрасно но я думаю что за свои свои все таки вот так что как то так но все задержала вас спасибо вам большое смотрите подписывайтесь ставьте лайки я всегда с вами пишите что хотите что желаете вот увидите в видео я обязательно сниму и также кому несложно напишите пожалуйста какими умывашками вы пользуетесь и какими пилинговыми кремами вы тоже пользуетесь вот ну мне будет интересно и какие тональные крема вы считаете что самые лучшие и для сухой кожи конечно у меня кожа сухая я думала тоже может быть и надо будет уже поменять но пока никакой альтернативы я не вижу но все равно хочу послушать ваше мнение чтобы для сухой кожи чтобы ложилась более по плотнее матовый конечно вот если кто-то у кого-то кто-то каким-то пользуется напишите пожалуйста и мне вот это интересно очень ваши советы тоже все таки когда обоюдно и и это интересно и хотелось бы знать что сейчас он может быть уже в тренде может я отстала так что пишите мои дорогие я думаю что мы с вами увидимся в следующем видео пока пока целую люблю уважаю ценю каждую вашу минуту которую вы вы уделяете для моих видео смотрите вот и также пишите комментарии спасибо вам по которые ночью спасибо вам таки пишите вам очень спасибо вам очень спасибо вам очень приятно и я хочу сказать, что я не знаю, что я знаю. Я не знаю, что я знаю. Майяр, спасибо. Я люблю тебя. Пока. Зума, Зума. Спасибо.